Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира отмечают День влюбленных, День Святого Валентина. По легенде, он жил в III веке н.э. в Римской империи и был простым христианским священником, который помогал влюбленным соединиться, тайно венчал их. Прошли века, и тайно венчать сегодня, наверное, уже никого не нужно. Теперь можно совершенно официально двум влюбленным соединить свои сердца, просто зарегистрировав свой брак. И сегодня в гостях в нашей студии начальник отдела ЗАГС Городецкого района Вера Потанина. Вера Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а как вы относитесь к сегодняшнему празднику? Я могу сказать, что 14 февраля для меня очень счастливый день, потому что ровно год назад в этот день закончился капитальный ремонт помещений нашего ЗАГСа. И теперь у нас есть два красивых, замечательных зала, где мы проводим торжественные регистрации брака. Кроме того, у нас есть очень удобная современная офисная часть, где мы принимаем посетителей. Могу сказать, что 14 февраля для меня сегодня очень радостный, но напряженный день, потому что все больше молодых пар хотят создать семью именно в этот день. Вот сегодня сколько пар? Вот сегодня у нас создается 14 семей. И только ли городчане? Нет. Мы, конечно, сегодня принимаем гостей из города Чкаловска, из Лукаянова, Семенова, Нижнего Новгорода, рабочего поселка Ковернино, ну и, конечно, наших жителей городца и городецкого района. И все-таки вот День Святого Валентина — католический праздник, но ведь и наш существует родной, и свой. Конечно. 8 июля 2008 года объявлен Днем Семьи, Любви и Верности в память о наших православных святых Петра и Февронии. Символом этого праздника является ромашка, наш замечательный русский, исконно русский цветок. Если говорить о браках официально зарегистрированных, вот тех парах, которые появляются, новые семьи, да, вот год от года их становится больше, может быть, меньше? В нашем ЗАГСе все стабильно. Около 500, чуть меньше, чуть больше каждый год рождаются новых семей. А часто ли в городец приезжают за невестами? За невестами любят приезжать к нам иностранцы, потому что у нас были женихи из различных стран. Из Австрии, из Испании, из Алжирской Народной Демократической Республики, из Германии был жених один. И вот 22 февраля этого года подано заявление на регистрацию брака гражданки Российской Федерации и гражданина Швейцарии. Как правило, молодожены остаются в городце? Нет, они все выезжают на родину к жениху, к мужу. Но регистрируются все равно дома? Но регистрируются все равно в городце, потому что у нас лучше. Директор, скажите, а вот только ли молодожены в честную поздравляют в отделе ЗАГС Градийского района? Мы поздравляем не только новобрачных, потому что особо мы поздравляем новобрачных юбилейных, сотых, двусотых, трехсотых. Мы очень любим поздравлять юбиляров семейной жизни, серебряных юбиляров, золотых юбиляров. И вот могу сказать, что 31 января мы присутствовали вместе со Сокомахинской администрацией на юбилее, 65-летнем юбилее супружеской жизни, замечательной семьи Мазиных. Василий Андреевич и Зоя Степановна 65 лет вместе. И хочется им пожелать. Они бодры, веселы, любят друг друга. И хочется пожелать им, конечно, крепкого здоровья и еще долгих лет жизни. Ну и еще и маленьких грачев участвуйте. Да, конечно. Когда мы поздравляем особо, вообще запланировано у нас в этом году два раза в год, в июне и в ноябре, приводить праздник новорожденных, на который мы собираем родителей вместе с грудными, с их детьми. Тех детей, актовые записи которых стали юбилейными. Сотые, двухсотые, трехсотые, четырехсотые, пятисотые. И мы их особо поздравляем. Вот очень замечательные теплые праздники получаются. Нам очень нравится, нравится родителям. Все благодарны. Что касается рождаемости. Вот год от года тоже. Вот в том году, допустим, сколько малышей появилось на свет? В прошлом году у нас появилось пятьсот шестьдесят два ребенка. Могу сказать, что по сравнению с 2012 годом, это, к сожалению, на сорок детей меньше. Потому что в 2012 году у нас родилось шестьсот два ребенка. В этом году уже, вот, с начала года родилось сорок семь детей. Это хороший показатель, так? Нормальный? Хороший показатель, да. А чаще всего как называют малышей? Детей, мальчиков чаще всего называют Артем, Дмитрий и Алексей. Ну, а девочки уже много-много лет. Дарья, Анастасия и Мария. А самые редкие именно какие могли бы отметить? Вот могу сказать, что уже в этом году у нас родилась одна Изабелла, Злата, Милана. А у мальчиков появились, среди мальчиков появились Яков, Мирон и Герман. А вот какие-то еще есть интересные новые идеи, проекты, которые разрабатывают сотрудники ЗАГСа вот на сегодняшний день? У нас идей очень много. Коллектив творческий. Но вот могу единственное сказать, что для того, чтобы сделать торжественную регистрацию необычной, особенной, нам очень хотелось бы, есть идея использовать элементы старинных свадебных обрядов городецкой земли. Например, городецкую свистульку, которая в старину была символом, а берегом молодых от злых духов. То есть, как вот берешь свистульку, идешь, свистишь, это как все происходит? Это происходило таким образом, что молодые, выходя из дома, и перед тем, как идти в церковь, значит, дружка, это значит свидетель жениха, должен обойти несколько раз вокруг супружеской пары, еще не супружеской молодой пары, и должен свистеть свистульку и отгонять злых духов от них. Ну что ж, спасибо вам, Вера Витальевна, за участие в нашей передаче. Спасибо, что пригласили, буду рада следующим встречам с вами. Спасибо. И напомню, сегодня в гостях в нашей студии была начальник отдела ЗАГС городецкого района Вера Потанина.